В эфире программа «Будьте здоровы!» Именно с таким приветствием в ваш адрес Татьяна Ситникова и главный врач Кировской городской клинической больницы номер один наш постоянный эксперт Олег Владимирович Соловьев. Олег Владимирович, доброго дня и будьте здоровы! Спасибо! Спасибо, будем, да? Конечно! Наши встречи традиционные, и слушатели это прекрасно знают. Мы всегда обмениваемся новостями. Ну, чтобы быть... Знаете, как говорится, кто владеет информацией, тому всегда, в общем-то, проще жить. Хотя есть и другая формулировка, тот владеет миром. Итак, что в городской больнице номер один любопытного, интересного, важного случилось за последнее время? За последние годы наша больница, Кировская городская клиническая больница номер один, окончательно стала сердечно-сосудистой больницей. И весь наш профиль пациентов, то есть пациенты с острым коронарным синдромом, с заболеваниями сосудистыми, сосудистыми заболеваниями головного мозга и неврологическими заболеваниями, они сосредоточились все в нашей больнице на сегодняшний день. Мы отдали наш участок обслуживания, нашу поликлинику и центр здоровья более крупному учреждению амбулаторными, а сами сосредоточились на оказании специализированной сердечно-сосудистой помощи. Такая ситуация для главного врача, это нормально? Это хорошо? Такая концентрация? Конечно, нормально. Мы сейчас не разбрасываемся, мы работаем практически только с самыми тяжелыми пациентами города и области. То есть срочно вызов скорой помощи, это в первую очередь к вам? Это приводит к нам, у нас 80%, практически чуть-чуть меньше, 77,5% пациентов, которые к нам поступают, это скорая помощь. То есть практически на больнице экстренной помощи еще не к помощи. Ну, как говорится, инсульт, инфаркт, не дай Боже, да? Не дай Боже, это сложности в твоей жизни и близких людей, осложняется жизнь. Все-таки какая-то статистика последнего времени, вы наверняка, это все в ваших руках? Вы знаете, годовые статистические показатели нам говорить еще рано, поскольку пока речь идет только о 9-месячных работах, когда подводились итоги. Идет небольшое, очень небольшое, но, слава Богу, позитивное снижение и смертности, и инвалидизации пациентов. Это небольшая динамика, но она позитивная. Сказать, что она очень хорошая и очень значимая, я так сказать не могу. Я владею данными только по нашей больнице. Это обычная работа. Это тяжелая, большая проблема, которая не решит одной нашей работы. Это ведь комплексная проблема, которая и профилактика куда включается, и первичная помощь, и, конечно, наша специализированная помощь, и еще высокотехнологичная помощь. В последнее время в нашей программе очень активно звучит тема здорового образа жизни. Тут побольше бы сторонников, ЗОЖ, да? Наверное, крепче было бы здоровье, все-таки наблюдая за Вашими пациентами. Это вот те люди, которые действительно пренебрегают этим здоровым образом жизни. Ваши наблюдения, выводы, встречи. Должен заметить, к сожалению, что Вы правы. В большинстве случаев наши пациенты, это те, кто не заботится о своем здоровье, регулярно не лечит свое артериальное давление. Вот нелечный гипертоник, это вот стандартный наш пациент с инсультом. Тоже можно не глядеть, а сразу говорить. Практически каждые 8 из 10 это нелеченные гипертоники с инсультом. Вот 8 из 10 это пациенты с нелеченными нарушениями ритма сердца, которые не занимаются профилактикой этой эмболии, этих сосудистых эмболов. Эти пациенты, извините, с ожирением, они с высоким холестерином, они часто с сахарным диабетом, который тоже не контролируется, который тоже не лечится у них должным образом. К сожалению, да, это основная наша масса пациентов. Это вот самая большая проблема получается, первичная профилактика. Одним словом, кто по-фигийски относится к своему здоровью, кто-то пожинает пладочек, бывает так. Но с того времени, пока мы не встречались, произошли важные события. Интересная информация появилась в открытом доступе, что называется. Недавно только что данные Министерства здравоохранения региона приводились, я процитирую, снизилось в 2-3 раза число направлений на платные услуги, удовлетворенность медицинской помощи в Кировской области выросла с 71 до 88%. Когда я называю эти цифры, думаю, что мнения, наверное, конечно, разные, но такова статистика. В 17 раз сократилось число жалоб на неуважительные отношения медицинского персонала. Вы вписываетесь в эту положительную динамику, в ваше наблюдение? Да, по моим наблюдениям мы абсолютно вписываемся в эту динамику положительную, потому что показатель удовлетворенности растет не только в нашей больнице, это, в принципе, растет по всем другим лечебным учреждениям. Это такой комплексный показатель, как мы называем, индикатор качества медицинской помощи. Вообще он сложный, он зависит, это не один вопрос, там плюс-минус ставят, это целый комплекс специальной анкеты, специальный опрос, когда все это суммируется, вот высчитывается этот показатель, там много вопросов, и время ожидания приема, и условия пребывания в больнице, и наличие специалистов, и от машины персонала, комплексы. Да, там массово, причем это проводится опросник не нами, не заинтересованными, скажем, да, сотрудниками это приходят представители страховых компаний, представители ФОМСа, лично говорят с пациентом, заполняется анкета, мы не присутствуем при этом медицинские работники этого учреждения, то есть, в принципе, это ситуация достаточно... Такая независимая, будем считать, да, вот так считается. Но это следствие того, что внимательнее к пациентам стали доктора, у них больше зарплата, они ответственнее относятся к своему делу, вот не знаю. Ну, это комплексный подход, конечно, и это... Постоянно над этим работает и наше региональное министерство здравоохранения, и администрация всех больниц, это у нас один из самых первых вопросов, удовлетворенность населения, снижение уровня платных услуг, повышение качества лечения, но это дает, все-таки, я считаю, плоды, конечно. В общем-то, это не первый год мы этим занимаемся. Мы говорили, да, об этом много-много говорили. Бывают, конечно, такие случаи из ряда вон выходящие, но их все меньше и меньше. ЧП не обойтись, все равно человеческий фактор играет. Динамика позитивная, безусловно. Ну, вот рядом с этими цифрами еще одно такое большое, я не знаю, исследование, проверка. Контрольно-счетная палата региона тоже занималась медициной. Может быть, это следствие того, что, помните, был общероссийский форум, общероссийского народного фронта, когда, в общем-то, Кировская область так прогремела на всю Россию. И тоже приводятся данные, но вот здесь они, пожалуй, не столь оптимистичны. Контрольно-счетная палата бьет тревогу, что, возможно, финансовые проблемы в предстоящем году в медицинских учреждениях, потому что бюджет фонда обязательно медицинского страхования не растет, а лекарства дорожают, да, вот они знают, что там вы закупаете, какой-то оборудованием, все это становится дороже. Вызывает ли это у вас, как у главного врача, вот в большой больнице, тревогу? Ну, если говорить по нашей больнице, то финансовое состояние больницы, я не буду говорить слово «хорошо», но удовлетворительное вполне. Это я отвечаю абсолютно вам. Ну, это по итогам, ну, вот идущего года, 2015. На сегодняшний день, конечно, да. Ну, я не думаю, что нас ожидает какие-то катастрофические изменения финансовые в следующем году. Я думаю, что если бюджет не будет рассеять, то он останется таким, каким в этом году. То есть, я думаю, что мы удовлетворительно будем существовать. То есть, не столько, Николай, удовлетворительно, это, пожалуй, да, сейчас, подходящий для нашего момента. Может быть, я чего-то не знаю, но я не вижу оснований ни для паники, ни для каких-то негативных прогнозов. Наше состояние финансовое вполне удовлетворительное. А вот, пожалуйста, прокомментируйте еще один факт проверки контрольной счетной палаты. Меня это заинтересовало. Речь идет о том, что, так, медицинским учреждениям, страховыми организациями по результатам экспертиз качества оказания медицинской помощи выросли вот эти штрафные санкции. И за два года сумма выливается в 88 миллионов рублей. Вот что за этим стоит? Это что, вот, я не знаю, жалобные силы и какие-то судебные дела? Я могу только высказать свое мнение. Нет, я думаю, я выскажу только свое мнение. Я не могу говорить за всю область. Мы лечим пациентов. Мы предоставляем счет страховым компаниям и ФОМСу. Эти счета, эти истории болезни, скажем так, случаи, да, закончены, оплачиваются. Но всегда они проверяются. В обязательном порядке эксперт приходит и читает, проверяет. И если какая-то есть ошибка, даже, так сказать, извините, которая не повлияла на лечение, там неправильно, плохо дневник написан, неправильно оформлена запись какая-то разрешающая, это штрафная санкция. Это известная ситуация. Поэтому вот эту цифру я бы не стал бы... Не стоит драматизировать, как я сейчас. Не стоит драматизировать, потому что то, что выплачивается за... Но ведь это бы пошло на лечение людей, на улучшение медицинских услуг, я так понимаю. Ну, в общем-то, да. В общем-то, ну вот штраф, это побуждает тоже администрацию больницы ввести какие-то меры ответные и исправить вот эти недостатки. В принципе, можно эти две проверки связать, да? Контроль обязательно должен быть. Если ты получаешь деньги за свою работу, то приходит контролирующий орган и смотрит, как ты ее выполняешь. Твое дело ты соглашаешься или нет, ты как бы защищаешь свои истории болезни, свое качество лечения. Как правило, мы находим общий язык с проверяющими. Когда нет, значит, нас штрафуют, да. А контрольных проверок много? Все истории, которые оплачиваются, практически проверяются. Практически все. Ну, там, да, накопать можно. Очень большая, все, конечно, нельзя проверить, но основная масса проверяется. Ну, это тоже бодрит. Я думаю, без сына. Конечно, это сдержит тонуси и заставляет, чтобы будет лучше. То есть, в моем представлении, эта сумма не колоссальная. Ну, бюджет, допустим, одной средней больницы, это ведь 15-20 миллионов. А у нас сколько таких больниц? Да, да, 80-80, если на всех раскинуть. Ну, пусть это все равно цифра, ну, видите, контрольная счетная половина все равно копает ее задачи. Есть над чем работать, конечно, да. Ну, и на финале нашей встречи, если коротко, все-таки год завершается, но чуть-чуть осталось последний месяц. Как бы вы подвели итоги этого года? Что получилось, что не очень? Ну, год еще не доработали, поэтому вот сказать, что у нас все хорошо, я воздержусь пока. Ну, мы работаем стабильно, мы работаем, я считаю, на достаточно удовлетворительном профессиональном уровне. И дай Бог нам так работать, мы работаем без каких-то больших ЧП, слава тебе, Господи. Да, так надо постучаться. Постучаться уже надо. Все бывает. Коллектив хороший, у нас нет скадровых проблем больших, у нас нет проблем с обследованиями, с оборудованием. Ну, пока вот сказать... Вот так бы держать, продержаться, да? Сейчас уже не стоит замахиваться на большие высоты. И последний вопрос, вот все-таки людей волнует, что вот как бы не увеличилось число платных услуг на фоне такой вот существующей сложной экономической ситуации, дефицита бюджетов. И в городе, и в Кировской области идет вот по экспоненту вот такое резкое снижение просто объема платных услуг, поверите мне. У нас... А, снижение? Снижение платных услуг. Которые предоставляются в больницах, в государственных больницах. Согласно страховому полюсу. Да, это я говорю вам абсолютно... Авторитетно? Авторитетно. На уме своей компетенции, да, вот так сказать. И такая же ситуация в нашей больнице. У нас практически сейчас платные услуги составляют очень-очень маленькую долю. И то за пациентов часто платят не сами пациенты, а те лечебные учреждения, куда они прикреплены. Это такая вот форма работы. Если мне нужен какой-то специалист, исследование, у меня его нет, я заключаю договор с тем учреждением, где это исследование есть. И пациент идет там, обследуется. А мне потом выставляется счет, как в больнице от его учреждения, соответственно. Ну, нормальные межбольничные расчеты, да. В основном это сейчас переведенная ситуация. Думаю, что ответили, а там уже статистика покажет, да, как есть. Время простуды, вот у меня сегодня нос не совсем здоровый. Совет от доктора Соловьева, как в бороться с простудой, когда-то колебание температуры 0 градусов, потом плюс 10, а то, ой, а нет, нет, на плюс-то уже куда? На минус, на минус. Закаляться, наверное. Вести здоровый образ жизни. Еще Гиппократ, по-моему, говорил, что солнце, воздух, вода, вот это все. Солнце будет лучше, да. И мороз. Продный фактор, и природа излечит, понимаете, это, я думаю, все будет хорошо. И ничего нового не открыли? Ну, будем держаться. Спасибо большое, сегодня в гостях в программе «Будьте здоровы» был наш постоянный эксперт, главный врач Кировской городской клинической больницы, номер один, Олег Владимирович Соловьев. Ну что, до новых встреч, договорились? Хорошо. Это все.